Личные вещи защитников Лобнинского рубежа, чьи останки были найдены этой осенью в горках Киовских, были переданы в музей истории города. Наша съемочная группа увидела военные реликвии. Часы наручные. Стрелка остановилась на 35 минутах седьмого. Возможно, именно эти минуты стали последними в жизни наших бойцов, останки которых в конце сентября были обнаружены на поле института кормов за домами частного сектора горок Киевских. До сих пор никто не смог ответить, как оказались здесь воины и почему местные жители ничего не знали о таком количестве погибших, погребенных под землей. А это ни много ни мало 109 красноармейцев и моряков. Личные вещи защитников Лобнинского рубежа в городской музее передали 24 ноября Сергей Свороб, Виктор Рогачев и Андрей Эриднов. Именно они обнаружили неизвестное захоронение и организовали поисковые работы. Это компас, полевой компас. На нем стоит 41-й год и, если не ошибаюсь, зуб. И звезда красноармейца, красная звезда. Частая находка поисковиков – перочины ножек, кожаный ремень, половинки химических карандашей для удобства, вставленные в гильзы от ППШ, пистолета-пулемета Шпагина. Еще десяток таких карандашей. Ими писали свои нехитрые письма бойцы. Часы, компас, красноармейские звездочки, оттиск с пуговицы с якорем, пряжки. С трудом можно понять, что вот этот кусочек высохшего дерева – катушка для ниток. А это обязательный для каждого бойца набор для чистки и регулировки винтовки СВТ, самозарядной винтовки Токарева. Но при этом ни у одного из них не было при себе оружия. Рассматриваем несколько спрессованных листочков сохранившейся газеты или книги с описанием оказания первой медицинской помощи. Принадлежала она санинструктору или использовалась солдатами для самокруток, так называли папиросы, свернутые из бумаги. А может в качестве стелек в промокшие ботинки. Это только наше теперь предположение. Вот к каждой вещи дотрагиваешься и ты предполагаешь, что это, у кого это, для чего это, к кем он был. А дотрагиваться страшно, потому что каждое лишнее прикосновение. Да, каждое лишнее прикосновение уже портит. Они должны как бы на одном месте вот застыть и их уже не трогать. Среди вещей есть особые находки, за каждой из которых и личная судьба, и уклад жизни всей страны. Вот обручальное кольцо, на котором четко видна проба золота, 333-я. В советское время, в 30-х, 40-х, обручальные кольца изготавливали именно из нее. Изделия недорогие по меркам золота, но прочные и долговечные. Время это доказало. А вот крестильный православный крестик на веревочке, спрятанный, возможно, сшитый мамой холщовый мешочек. А рядом пуговица с мусульманским полумесяцем. Это говорит о том, что были и христиане, и мусульмане, находились все по одной руку и воевали плечо в плечо. Все вставали в защиту Родины. Лучший друг солдата в быту и на войне ложка да кружка. Одна хорошо сохранилась, одна похуже. Вот так. С надписью. С надписью эмаль целая, вообще очень хорошее сохранение. Но данная ложка не подписная, просто ложка. И имеет значение просто ложки. Когда мы обнаружили на месте раскопка другие ложки, то они были подписаны. И в данный момент они находятся на расшифровке. А на ложке еще есть? На ложке есть инициалы ZGV. Вот что они дают нам? Может совпасть фамилия, имя, отчество. По медальонам печальная информация пришла буквально недавно. Вот у меня в руке один из этих медальонов, который мы обнаружили. Их всего было 4. 4, да. На 109 солдата. Данный медальон при вскрытии на месте, на поле, имел очертание бумаги. Но время, вода сыграла роль, и бумага не принесла нам фамилии и имена героев, которые погибли. Часто в карманах шинели и гимнастерок поисковики находят монетки, которые солдаты брали из дома на счастье, чтобы вернуться. Они вернулись, без малого, через 80 лет. Их личные вещи теперь будут храниться в музее. Для фронтовых реликвий, которые были подняты с места гибели наших красноармейцев, мы подготовили вот такую витрину. Обязательно будет описание, потому что это такое святое место. Здесь наши земляки погибшие. Здесь святая земля священная, смес боев. Здесь грамота, которой награжден наш город. Населенный пункт воинской доблести. Здесь же введем рассказ на макете о тех событиях, которые происходили в декабре 1941 года. Торжественное перезахоронение останков защитников нашей Родины в братскую могилу на Пучковском поле на Красной Поляне состоится 8 декабря. На церемонии ожидаются гости из Свердловского кадетского корпуса. Их земляки сражались во 2-м и 3-м стрелковых батальонах 64-й отдельной стрелковой бригады, которая на рубеже Луговая Лобня защищала столицу и понесла серьезные потери, большей частью без вести пропавшими. Сколько еще солдат, не вернувшихся с войны, предстоит вернуть их родным и нашей общей истории. Лариса Панина, Константин Петров, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.